привет ребята это алена вы на моем канале сегодня с вами говорим про интервальное голодание и про его плюсы во многих случаях это голодание не показано если вы не знаете своих анализов гормонов у вас не пойми что жкт вы постоянно в какой-то тревоге у вас есть еще и метаболические нарушения то есть ко всему надо относиться осознанно но я расскажу дивиденды от того что если вы понимаете как это делать как с этим работать и как себе помогать какие истории вы можете запомнить заполнить длительное голодание то которое длится более двух например суток организм переходит в режим выживания и суть интервального голодания соответственно сохранить мозг как сохранить мозг молодым и здоровым и соответственно еще и восстановить структуру мозга об этом вообще мне всегда было интересно 10 лет работая с неврозами тревогами у людей я всегда интересовалась натуропатии и могу сказать что аутофагия это чудо средства которое работает во многих случаях почему потому что у меня в практике есть мужчины с инсулин резистентностью женщины с бесплодием девочки с диабетом мужчины и женщины с аутоиммунными заболеваниями щитовидной железы есть также мамы подростков у которых есть нарушение пищевого поведения в общем не буду вам перечислять всю эту историю но могу сказать вот что когда вы стимулируете интервальным голоданием клетки мозга то соответственно начинается производство стволовых клеток столовая клетка эта клетка без функций организм начинает сам стимулировать стволовые клетки это очень круто длительное голодание позволяет понять причины хронического воспаления при диабете воспалений очень много и соответственно инсулин резистентность это тоже пред диабет сдерживание роста опухолей организм исчерпывает резерв сахара резерв гликогена и живет на кетонах и жирных кислотах это офигенное состояние могу вам сказать я но я в нем продержалась недолго но это состояние профилактируют рак злокачественные опухоли и соответственно увеличивает количество антиоксидантов таких как витамин c и цинк и это происходит моменты голода клеточное сопротивление стрессу который идет от внешней среды колоссальное и интервальное голодание даже полезно для надпочечников регулярное интервальное голодание приносит результаты в случае только правильного питания почему нет смысла интервально голодать и закидываться чем угодно не пить саплименты я считаю это катастрофа идти против себя интервально голодать и не получать электролиты микроэлементы и соответственно это не принесет никакой пользы но во время интервального голодания происходит переработка старых клеток соответственно снижается гликоген в печени и если у вас жирная печень то организм начинает сжигать жир и это превращается в кетон и очень крутой момент также у нас есть митохондрии станции клеток и соответственно чем больше у вас митохондрий тем здоровье и здоровее вы и ментальнее и физически и психически я рекомендую это делать постепенно если вы ознакомились и с рационным питанием и в принципе придерживайтесь здоровой диеты ставьте комментарии пишите как у вас как вы пробовали для чего я пробовала в моменты когда у меня сбили сбился гормональный цикл и могу сказать что нет ничего лучше чем палео протокол интервальное голодание и саплименты для восстановления после любого состояния вирусного любого соответственно это очень очень важно пишите что думаете я отвечу с радостью